Добрый день, меня зовут Соломон Владислав Сергеевич. Название моего проекта – многофункциональное устройство для мониторинга замкнутого помещения. Цель – разработать модель устройства для дистанционного мониторинга состояния воздуха и газа. Задача – изучение микроконтроллерной платы ESP8266 и возможность подключения к ней различных датчиков. Второе – изучение языка программирования ESP для программирования платы ESP8266 и разработка моделей монтажа устройства. Четвертое – создание сайта для отображения результатов мониторинга. Пятое – проверка работоспособности устройства. И шестое – измерение микроклимата школы. Это основные элементы моего проекта. Нод МСУ БЭЙС, а также ДЕШТ11 – датчик, который измеряет влажность и температуру, а также ESP и датчик газа МКЮ2. Здесь вы можете наблюдать схему устройства. Возможности многофункционального устройства и область применения. Многофункциональное устройство измеряет температуру и влажность в концентрацию газа. Дистанционно показывает измеряемые параметры, выводит сигнал предупреждений при обнаружении ненормальных условий, мобильность и автономность. Многофункциональный датчик не зависит от сотовой связи, что дает возможность применить его в труднодоступных местах. Здесь вы можете наблюдать общий вид сайта устройства. Это мой опыт в нашей школе. Мы провели опыт на первом и на втором этаже, где измерили влажность и температуру. На первом этаже температура показала 21 градус, а на втором – 22, а влажность на первом этаже и на втором равны. Результаты работы и выводы. На основе микроконтроллерной платы ESP модель устройства для дистанционно-мониторинга температуры, влажности и концентрации газа для контроля безопасных условий. Смонтирована плата для соединения датчиков и выходных сигналов. На основе языка программирования C разработана программа для управления многофункциональным устройством. Проведены испытания работоспособности многофункционального устройства. Созданная нами модель многофункционального устройства на дистанционном мониторинге температуры, влажности и концентрации газа является работоспособной, автономной, компактной и базовой для создания устройства интернет-овещей. Спасибо за внимание. Здесь вы можете наблюдать мой датчик DHT11, это DHT11, вот это вот синие, а также это датчик газа MQ2. Это аккумулятор и тут вы можете наблюдать дисплей. Здесь все равно в обуче зашел бы сайт. Здесь видны данные, которые отбираются на этот сайт и его можно вот так вот мониторить. Спасибо за внимание. Спасибо.